Мы начинаем наш курс на тему краш-трест отношений. Мы будем развивать разные ключевые моменты, которые делают наши отношения в семье или потрясающими, радостными и гармоничными, или, к сожалению, могут приносить нам много тяжелых моментов боли и разочарований. И первая тема, которую я выбрала, чтобы говорить об этой важной большой теме, это доверие и преданность. Мне действительно кажется, что семья становится на доверии, и очень много проблем мы бы избежали, если бы надо было доверие друг к другу. Не просто так, когда еврейская пара женится, то мы желаем им построить верный дом Израиля. Здесь много доверия друг к другу, но к этому мы с вами еще вернемся. Давайте, в принципе, попробуем проанализировать, почему есть люди, которым легко доверять другим, а есть люди, которым очень тяжело доверять другим. Пока даже мы не будем в этом отношении в паре, потому что, как все семейные терапевты знают, все начинается с наших индивидуальных личностей, с нашего индивидуального бэкграунда, с того, как мы росли, в каких семьях мы росли. И доверие – это очень классический пример того, к каким мы приходим в брак. Есть люди, которые изначально привыкли доверять, потому что у них была сформирована безопасная привязанность к своим родителям. И есть люди, которые всего подозревают, которые все время чего-то боятся, которые все время думают, что их обманывают, которые надо постоянно проверять то, что им сказал супруг. И это, безусловно, вызывает очень много фрустрации, переживаний в семье. Итак, для того, чтобы в семье все складывалось хорошо в плане доверия и преданности, нам с вами необходимо, чтобы сошлись три важнейших фактора. Когда я все это вам рассказываю, вы можете как раз-таки думать по поводу своих семей, по поводу себя самого. Это все как бы интересно именно для самоанализа. Итак, первое, мы сказали, что оба партнера должны, в принципе, уметь доверять людям, да, потому что если этого нет, очень тяжело что-то построить. Второй элемент – это они были достойны доверия, потому что даже если я умею доверять, я вообще доверяю по жизни, но если я чувствую, что меня, не дай бог, обманывают один раз, второй раз, третий раз, то, конечно, мой кредит доверия будет подорван. И третий очень важный момент – чтобы мы умели восстанавливать доверия. Вот это тоже мне очень важно сказать, потому что хочешь, не хочешь, в любой семье возникают какие-то бытовые моменты. Я пообещала, я забыла, он сказал, что он кому-то позвонит, да он не позвонил. Не потому что не хотел, не потому что специально хотел заставить нервничать, а просто потому что забыл, закрутился и так далее. И в какой-то момент, я думаю, что в любой семье доверие на сколько-нибудь будет подорвано. И здесь очень важно, чтобы люди обладали навыками восстановления доверия, да, могли пообщаться, поговорить, объяснить друг другу, почему это было так важно, и почему критично важно сейчас это обсудить. Итак, для того, чтобы мы имели способность доверять, мы должны понять, где эта система ломается, да, где вот наши ребенок, которые узнали, что изначально дети доверяют, дети верят своим довериям. Я считаю, что их родители никогда не верут, и когда они сталкиваются с первой такой ложью, да, или с первым недоверием к себе, они очень переживают от этого, очень страдают от этого. Поэтому здесь, конечно, важно понять, в какой семье мы выросли, доверяем ли мы своим родителям, понимаем ли мы, что наши родители тоже иногда что-то забывают, что-то не делают, но это не значит, что они не хотят, да, они просто люди. Очень часто ребенок понимает, что он не может быть настоящим, что если он будет рассказывать родителям, как есть на самом деле, то его не приют, его не порнут, его будут ругать, и он как будто бы с самого детства привлекает к жить в каком-то круговороте лжи, да, когда постоянно нужно оправдываться, придумывать, сочинять что-то, да, для того, чтобы не получить наказание или какое-то, и не разочаровать своих родителей. Также очень часто мы сталкиваемся с тем, что дети понимают, что нельзя говорить о своих желаниях, потому что если они о них говорят, опять же, их не понимают, не оценивают, и поэтому неудивительно, что и уже взрослым людям на консультациях, когда я в рамках эмоциональной фокусированной терапии прошу людей сказать просто, что они хотят, что им важно, почему они так отреагировали, почему они разозлились, наверное, потому что им было страшно, может, они хотели в этот момент какой-то поддержки, и вообще людям тяжело про это говорить, потому что мы привыкли, что такие вещи в нашем родителе слушать очень-очень тяжело. И тут мы переходим к очень такой важной теме, что создаёт доверие уязвимость. Чем человек меньше готов быть уязвимым, чем он больше себя пытается сделать таким вот непрошибаемым, идеальным, совершенным, тем на самом деле сложнее устроить доверие с людьми, потому что доверие предполагает, что я говорю честно, что со мной происходит, я говорю, слушай, я сегодня устала, поэтому мне очень тяжело сейчас с тобой говорить, да, я повысила на тебя голос просто потому что я очень, у меня был очень тяжелый день, и я прошу прощения, да. Доверие предполагает открытость, уязвимость и понимание того, что я не идеальна, а люди, которые пытаются из себя делать таких вот совершенных и идеальных, к сожалению, обычно они как раз-таки те, которым тяжело доверять и которые сами тоже не доверяют. Мы должны понять, что с чего всё это начинается, да, иногда когда люди слышат все эти вещи, им кажется, что вот, у меня был тяжелый бэкграунд, у меня это доверие не вспомнировалось прям на родителе, вот теперь я не смогу построить хорошую семью. Это не так, слава богу, потому что Всевышний учит нас восстанавливать, опять же, даже те вещи, которые не совсем идеально сложились в нашем детстве. И поэтому, если человек хочет, чтобы в его семье, в его окружении было вот это доверие к друг другу, то нужно начать доверие, конечно, к самому себе, потому что мы все должны понять, что мы приходим в отношения очень в уязвимом состоянии, да. Каждому человеку важно понимать, даже для другой им, какое место он занимает в его жизни. И заметьте, самые неприятные наши реакции, гнев, злоба, раздражение, истерики, вот как раз тогда, когда вот на эти вопросы внутренние мы не получаем ответа, когда жена чувствует, что муж ее не ставит на первое место, когда чувствует, что он не дрожит, что он не понимает ее желаний, вот тогда она может вести себя очень-очень агрессивно, потому что она не знает, как по-другому выразить эти свои эмоции. Каждому человеку важно понимать, будут ли его воспринимать как данность, или будут ли его ценить, да, будут ли искать взглядом кого-то, кто лучше его, то есть вот эти такие вот больные точки, они уже есть у каждого из нас, и мы как будто бы хотим постоянно слушать от своих партнеров, что да-да-да, ты самая лучшая, мне никто не нужен, кроме тебя, я дрожу тобой, даже если ты сделаешь какую-то ошибку, я все равно пробую тебя понять и попробую восстановить отношения, все эти вещи нам необходимы на уровне воздуха, да, без этого нам действительно очень тяжело, и каждому человеку важно понять, сможет ли его партнер услышать то, чего ему не хватает, и то, что ему не нравится, да, мы все на первых этапах отношений пытаемся об этом говорить, пытаемся сказать, что вот так мне, пожалуйста, не говори со мной, так не веди меня с собой, но когда мы наталкиваемся на то, что партнер не готов это слышать, да, он реагирует в сагрессии, говорит, что ему это неинтересно, тогда мы закрываемся, и доверие уже послушать очень тяжело, потому что мы должны понимать, если мы хотим доверия, мы должны быть готовы слышать критику, да, одно не бывает без другого, часто мне говорят, мы хотим доверия, мы хотим прередности, мы хотим обо всем говорить, но как только поднимаются первые, не самые приятные темы, я чувствую, что люди уже ставят блок, и говорят, нет, 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 почему он меня критикует, мне тоже есть что сказать, услышать, да, дать человеку сказать, что ему болит, потому что это иногда не моя проблема, это иногда просто то, что человек пришел в эти отношения, но если я его люблю, я вынуждена уметь принимать его негативные эмоции в том числе, поэтому я надеюсь, что у меня уже получилось объяснить, что все начинается с того, чтобы человек начал доверять самому себе и начал понимать, насколько это вообще такая сложная история про доверие, это не только что он мне достойный доверия, поэтому я ему не доверяю, иногда я никому не доверяю, иногда я себе не доверяю, поэтому еще в идеале перед тем, как вступить в отношения, или остановиться, когда я уже в отношениях, и вообще подумать, как складывалась моя история доверия в мире, как складывалась там моя семья, моих родителей, может быть, был кто-то в школе, моя учительница, или мои друзья, которые подорвали до доверия, вот мне это есть травма доверия, да, и как это сейчас сказывается в моей жизни. Я хочу вернуться вот к этой идее доверия в тое, да, доверия в меткой традиции, я бы сказала, что еврейские, когда пара женятся, мы им желаем построить верный дом в Израиле. Я всегда думала, почему не дом той, почему не дом радости, почему не дом веселья, почему не дом счастливых детишек, почему убьют родоверие, где нам для него что-то такое важное, потому что на самом деле, потом я прочитала, я узнала, что мы говорим, сейчас вам все понятно, сейчас под хупой все очевидно, все абсолютно уверены, что у них получится построить что-то невероятное, но вы будете доверять этому через 20, через 30, через 40 лет, будете ли вы верными вот этим словам, которые сейчас рассказали, я буду быть хупой. И еще раз, в большом смысле, это зависит от того, изначально умеем ли мы доверять себе, доверять людям, как я уже сказала, можем, достойны ли мы этого доверия, да, и можем ли мы восстанавливать доверие, если мы, не дай Бог, удачем. Чтобы быть достойным, давайте, первое мы разобрали, да, что мы обязаны понять доверяю ли я себе, умею ли я доверять миру, и потихонечку, как взрослые люди, понимать, что мы никогда не можем все проверить, да, мы никогда не можем быть абсолютно уверены, что другой человек меня не обманывает, но если я хочу ментально быть здоровым человеком, то даже если иногда меня обманут, то это не так страшно, как постоянно жить в этих подозрениях или в каких-то переживаниях, что кто-то что-то от меня там скрывает, или кто-то что-то против меня подозревает. Люди более открытые, да, они в какой-то момент могут быть там обманутыми, но это в итоге намного легче с этим справиться и принять какие-то необходимые меры, чем человек, который постоянно находится в стрессе, что его кто-то обманывает или кому-то он не может доверять. Итак, чтобы быть достойным доверия, это уже второй этап, да, есть также три важных очень условия, и еще раз подумайте про свои отношения, да, подумайте, с какими кругами у вас все хорошо, и вы можете этим гордиться. Какие это может быть стоит проработать? Первое, что необходимо, это верность партнерам сексуально и эмоционально. Как только в браке мы понимаем, что есть, не всегда мы должны и сразу говорить про какие-то сексуальные измены, да, если, как вы помните, под хупой, да, первое благословение, которое говорит нам раф, это благословение тот, кто запретил нам всех запрещенных и разрешил нам тех, на ком мы женимся по законам хупы и кедуши. И все очень интересно изделие в психологии, что, когда мы, да, вступаем в брак, то мы со всеми возводим стены, и только с одним человеком у нас есть с ним окно, да, когда мы общаемся и мы видим друг друга. Если в браке мы видим, что есть стена между нами, а с кем-то другим есть окно, эта вещь уже очень сильно, да, подпорчивает наше доверие. Поэтому здесь очень важно, что, опять же, в хорошие моменты это очень легко, но в тяжелые моменты всегда иногда хочет найти кого-то, с кем мы поделимся, к кому мы поплачемся, к кому мы пожалуемся на нашего супруга и так далее. И вот это очень опасно, потому что в этот момент, если ты не профессионал, а просто человек, подруга, или тем более друг семьи и так далее, то мы, получается, выстраиваем какую-то эмоциональную связь с кем-то, а не со своим партнером. И вот это уже может быть какой-то эмоциональной изменой, да, в каком-то смысле. Второй важнейший этап для того, чтобы быть достойным доверия, это если партнеру больно, я сделаю все, чтобы облегчить эту боль. Это важнейшая отрава семейных отношений, и вы можете спросить, а почему это сложно, разве это не естественно? Это естественно. Но проблема в том, что очень часто мы праздновременно понимаем эту боль. Кому-то из партнеров может быть больно, а другой даже не понимает, что это вообще проблема. Или, может быть, даже высмеивает эту проблему, считает, что это вообще ерунда, да, потому что чем-то переживаешь из-за того, что там начальник тобой недоволен. Господи, да вообще кому нужен начальник, поменять работу, да? Но если человек не осознает, что его партнеру больно и не готов находиться с ним внутри его боли, хотя бы показать, что я понимаю, что тебе тяжело, я понимаю, что тебе сейчас очень неприятно, что такое произошло, в этот момент, опять же, доверия рушится. Самочувствуем, что нас не слышат, не понимают, и обязательно идутся кто-то, кто понимает, с кем эту боль нацелить легче. Но это второе важнейшее правило. И третье правило, тоже послушайте внимательно, это очень важные слова. Я не буду грозиться бросить, даже когда мне этого хочется, и не буду сравнивать с другими реальными и воображаемыми людьми. Вот мне кажется, на этом условии погорело очень-очень много отношений, да, потому что, опять же, пришел тяжелый момент, и начинаются угрозы, начинаются разговоры о том, что мы там не подходим друг к другу, а вот кто-то намного лучше, а вот он меня понимает, а вот ему вообще ничего не надо объяснять, или мы вспоминаем какие-то свои прошлые отношения, и так далее, и так далее. Проблема, да, потому что в этот момент, даже если потом мы 10 раз поменимся, все равно внутри своей души, я буду понимать, что этот человек был готов бросить, этот человек был готов от меня уйти, этот человек сравнивал меня с кем-то, и вот это все, опять же, бьет по нашей привязанности, бьет по нашему доверию, поэтому здесь нужно быть очень аккуратными, очень осторожными со своими словами. Мы должны не сравнивать нашего партнера с другими, потому что это бессмысленно в любом случае, да, и ни в коем случае не постоянно шантажировать, шантажировать этими расставаниями, потому что, опять же, это не мотивирует, это только разрушает доверие. И, наверное, последнее, что мы сегодня в этом маленьком кусочке успеем, это просто я перечислю какие-то моменты, а в следующий раз мы уже будем говорить про то, что делать, когда доверие подорвано. Разрушает доверие иногда очень простые бытовые ошибки, например, когда человек не приходит вовремя, не заботится, когда партнер испытывает боль, мы сегодня как-то уже говорили, не держит свое слово, заводит секреты от партнера, лжет, изменяет или подавляет, да, то есть, вы видите, здесь и большие вещи, и маленькие вещи, но все эти вещи очень сильно разрушают доверие. Давайте все-таки вот этот маленький кусочек я сегодня успею, если в наших отношениях по каким-то причинам доверие это у нас подорвано, не нужно это очень сильно бояться, потому что я уже сказала, что это естественно, да, все чего-то забывают, не всегда мы понимаем, насколько эта просьба важна другому партнеру, но очень важно договориться о времени и месте для разговора, где каждый скажет о своих чувствах, не будет обвинять, не будет критиковать, просто скажет, смотри, когда ты опоздал на эту встречу, которая для меня была очень важна, я почти у себя брошенной, я прочувствовала, что я не могу тебе доверять, я прочувствовала, что мы о чем-то договорились, и тебя не было, я думаю, со мной когда ты мне был очень нужен, обычно такие слова, которые не звучат как обвинение, а звучат как признание, в каких-то своих переживаниях, воспринимаются намного лучше, и очень важно, чтобы каждый признал свою ответственность, принял извинения, попросил прощения, мы должны понять, что вот такие моменты подрыва доверия, это серьезнейший трамплин в нашем браке, и либо он нас поднимет выше, потому что мы восстановим доверие, и потому что мы живые люди, мы делаем ошибки, мы очень стараемся друг для друга, но иногда наша жизнь, и наша бытовуха, как мы говорим, захватывает нас головой, и очень важно, чтобы мы вместе составили некий план, для того, чтобы предотвратить такие инциденты в будущем, например, может ли ты мне напоминать, если тебе это так было важно, могла ли ты мне позвонить за час, чтобы сказать, что я точно не забыла, точно вышла вовремя, очень когда эмоционально мы окей, нам легко обо всем договориться, но когда нам больно, то в голову не лезут никакие решения, только одна боль выходит из нас. Я искренне желаю всем строить доверие каждый день, доверие к себе, доверие к людям, доверие к партнерам, доверие к Всевышнему обязательно, и оставаться верными тем словам, которые были сказаны друг другу в день свадьбы. Продолжение следует...